Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю, вперед с 1 по 7 января 2024 года. Поэтому мы с вами посмотрим, чем вас в этой неделе приятно удивит, чем порадует, что необходимо вам запланировать, чтобы эта неделя прошла для вас максимально продуктивно. Поэтому мы с вами приступаем. Основные энергии недели, предостережения и рекомендации от карт. Что же у вас здесь? Итак, мы видим, здесь ложится десятка чаш. Рыцарь Жезлов и рыцарь Жемчуга, но уже рыцарь Пентакли. Арканы, которые говорят о прекрасном периоде. Почему? Потому что в первую очередь это как делать акцент на семью, на близких, на родственников. Это как ваши поездки к ним и приятное времяпрепровождение, так и приезд близких к вам. Это в первую очередь, знаете, как неспешное течение событий, отдых, праздники, мероприятия, то есть наслаждение текущим моментом. У кого-то может быть поездка на родину к вашим близким и там задержаться на энный период времени. Но в целом это, знаете, атмосфера отдыха, релакса, восстановления, расслабления. То есть здесь нет каких-то кардинальных перемен. Единственное, что для кого-то это могут быть такие благоприятные сподвижки. Допустим, если вы встречались, это может быть предложение начать жить вместе. То есть еще не идет разговор о вопросах бракосочетания, но, знаете, это как элементы притирки или попытки строить совместный быт, присмотреться друг к другу. То есть кто-то может получить такое предложение. Если смотреть в целом данную триаду карт, посмотрим, о чем она будет вам говорить с точки зрения личной жизни для тех, кто у нас свободен. У вас здесь по пажу жемчуга или он же паж монет. Это в первую очередь знакомство. Но, знаете, как в кругу друзей или родных по принципу, что вас с кем-то здесь пытаются свести. Почему? Потому что, прошу прощения, но колода королева чаш, это такая вот будет позиция свахи по отношению к вам. То есть кто-то будет заинтересован с кем-то вас познакомить, чтобы вы наконец-то обрели семейное счастье. Но, если смотреть по картам дьявол и король чаш, вы можете пойти, так сказать, на эту авантюру, не строя каких-то далеко идущих планов. По принципу, как получится, так и получится. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, то здесь ложится аркан императрица. Карта, которая говорит о том, что если вы в статусе любовницы, то есть тут есть все перспективы, так сказать, отжать себе мужчину. Не подумайте, что я на стороне любовниц или супруг. Нет, я ко всем отношусь одинаково, чтобы вы здесь не пытались меня обвинить в каком-то предвзятом отношении к кому-то. Если меня смотрят мужчины, то по этим картам, допустим, если вы женаты, у вас есть любовница, то здесь все-таки времяпрепровождение с семьей и акцент на семью. Если смотреть ситуацию для мужчины в том случае, что помимо вас есть партнер еще один, то есть выбирают среди вас кого-то еще, то здесь вы будете давить и бить на то, чтобы девушка уже как-то определялась выбором, потому что десятка чаш и рыцарь жезлов это заявить о своих намерениях, о желании съехаться, строить семью, строить быт. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, здесь ложится королева жезлов. Это аркан, который говорит о влиянии женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец, на ваш союз, на ваши взаимоотношения, а именно, может быть, с ее подачи желание собрать всех, ну, знаете, как под одной крышей, там, близких, родственников, знакомых. То есть для вас это скажется благоприятно. И здесь вы будете подстраиваться под ее планы, под ее активность, вместе действовать для того, чтобы, повторюсь, посмотрите, она здесь окружена, видите, и пантерой, и тигрой, то есть своим окружением, своим сообществом. Так и вы здесь будете подстраиваться под чьи-то планы, собраться в одном указанном месте, в указанное время, то есть корректировать. Но для вас это со знаком плюс. То есть здесь нет никакого-то негативного влияния на вас, на ситуацию или на ваши взаимоотношения. Более того, для тех, кто встречался, повторюсь, говорю, перспектива съехаться, это как на социальную ступеньку выше. Почему? Потому что здесь шаг к продвижению или развитию вашего союза, ваших отношений. Смотрим с вами ситуацию относительно вопросов работы и заработка. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. По умеренности все остается ровно, без изменений. Я не могу сказать, что у вас здесь какой-то период отчаяния, или вы будете там рвать и метать, искать эту работу. Нет, у вас зона комфорта, вас все устраивает. Более того, здесь есть поддержка со стороны семьи. Все для вас ровно, прекрасно. Поэтому вы здесь не испытываете каких мук совести, и у вас нет акцента и задачи, как можно быстрее реализовать себя в какой бы то ни стало нише. Для тех, кто у нас является соискателем, тулзмичи – это идея. А именно, с подачи близких и вашего окружения может поступить предложение и будут рассматривать вашу кандидатуру, но ответа по трудоустройству пока еще не будет. Для тех, кто является наемным сотрудником. Вот здесь по колесу фортуны – это шикарные перспективы. Почему? Для кого-то может ознаменоваться переводом в новый филиал, повышением статуса, увеличением дохода. Плюс может быть внеплановая командировка с бонусами. Знаете, как совместить приятное с полезным. Отдохнуть, попутешествовать, посмотреть достопримечательности и получить хорошие бонусы за вашу командировку. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным бизнесом, то двойка жемчуга, она же двойка монет – это попытки или расширять свою деятельность, допустим, филиалы вашего предприятия. И у некоторых это еще может быть как попутно добавить новый спектр товаров и услуг, потому что двойка монет – это одномоментно что-то развивать. Потому что вы понимаете, что это даст больше стабильности, больше, конечно же, перспектив заработка, увеличения вашего дохода, и для вас это первоснова. По состоянию здоровья. Девятка жемчуга, она же девятка монет. Прекрасное самочувствие, ментальное, эмоциональное, физическое. Более того, здесь вкладываться в себя. То есть активно заниматься вопросами восстановления, омоложения, регенерации ваших клеток. Потому что десятка чаш рыцарь жезлов и рыцарь монет – это, знаете, как остановить старость или заняться вопросами регенерации. Поэтому это и спорт, и питание, и омоложение. Здесь вы будете сконцентрированы на этих задачах. Смотрим с вами предостережение. Восьмерка жезлов, семерка чаш и двойка жезлов. Вот здесь будет такая ситуация вопроса, быть или не быть, или как раздвоиться. Это будет такой вопрос, когда, допустим, несколько друзей или родственников одномоментно могут вас пригласить на празднование каких-либо праздников, Нового года, Дней рождений. То есть у каждого здесь по-разному. И тут, знаете, попытки, как сопоставить, выкроить время, чтобы никого не обидеть, всем уделить внимание, со всеми провести, то есть спланировать свой путь. И остановить на ком-то свой конкретный выбор. Ну то есть с кем вы, может быть, больше хотите провести времени. Если не брать непосредственно момент организации мероприятий, то это также может быть вопрос планирования дальних путешествий, которые будут через энное количество времени, то есть туры раннего бронирования. А если кто-то собирается переезжать или, может быть, эмигрировать, то это определиться с направлением, сделать выбор. То есть куда изучить все нюансы, все детали для того, чтобы этот выбор совершить. Рекомендации от карт. Ложится тройка жемчуга, она же тройка монет. Это активная деятельность. И у вас та карта и показывает. То есть работа, реализация, возможности, заработок и, самое главное, стабильность в плане вашей жизни и финансовой составляющей и раскрытие вашего потенциала. Почему? Потому что тройка монет – это у нас всегда оттачивать мастерство, свои навыки, предоставить себя и показать себя в лучшем свете. Вот на этом вы должны сконцентрироваться. Тем более, в дно колоды у вас здесь ложится двойка мечей. Посмотрите. Это как переход в новое измерение, в новые возможности. То есть для вас это будет такой ключевой старт в плане трудоустройства, карьеры, выбора собственного пути. Смотрим, о чем будет говорить неожиданность периода. Что у вас здесь? Итак, сердце, остров, книга. И здесь тучи. Тучи – это переживание. Итак, для кого-то, как я говорила, попытки тайно вас вести с кем-то. Почему тайно? Потому что книга закрыта. Поэтому сердце, остров, книга – это как обособленно, вроде бы как неожиданно создать вам с кем-то встречу. Дальше. Для кого-то это еще вынашивать план, цель или идею, чем у вас горит сердце. Но пока это не афишировать. То есть самому себе может быть прописать, сделать на этом акцент, чтобы это воплотить. Допустим, январе или в рамках этого года. Но давайте еще раскроем с вами, посмотрим, что здесь. Так. Звезда, лампа и медведь. Это фактически через тернии к звездам. Потому что звезда – это и есть цель. Лампа – это, знаете, как не дыма без огня. То есть есть предпосылки к тому, чтобы действовать. И медведь – это, во-первых, заросится чьей-то поддержкой. Но и здесь, видите, медведь агрессивен. Это говорит не о агрессивности по отношению к вам, а, знаете, как ваш гнев, ваша агрессия или ваша злость на самого себя, на ситуацию, которая для вас будет двигателем прогресса. По принципу, если кто-то смог, почему же я не могу? Чем я хуже других? Вот эта триада карт, она вам, по сути, здесь показывает. Знаете, как бросить самому себе вызов или самой себе вызов. Достичь цели, достичь результата. Вот это для вас будет акцентом номер один. Поэтому вот такая неделя яркая, насыщенная, пусть так и будет. Закроем вам это позитивными арканами, чтобы в вашей жизни были только благоприятные перемены. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвался расклад, как он у вас отыгрался. Буду вам признательна за энергообмен. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты есть под любым из моих видео. Я вас благодарю за просмотр. До новых встреч.